Сегодня я расскажу про два интернет-магазина. Один интернет-магазин пришел к нам на полную настройку шоппинга, то есть запуском простой торговой компании и умной торговой компании. А второй магазин пришел на оптимизацию, то есть на запуск умной торговой компании. И эти два магазина объединяет то, что они оба находятся на проме. И важный момент, это все маленькие интернет-магазины. То есть бизнес, который владеет и управляет один человек. То есть владелец интернет-магазина, он же является и менеджером. Поэтому, собственно, при начале их работы со мной заключалось в том, чтобы вообще дать им какие-то продажи. Потому что все, что у них было, это какая-то реклама на проме, там, про сейл или просто там какие-то клики, которые не давали им нужного результата. Собственно, они обратились к нам. Итак, про первый интернет-магазин. Это была детская одежда. Важный момент заключается в том, что это была довольно-таки дешевая детская одежда. То есть цена была весьма конкурентная, если там смотреть по другим интернет-магазинам. И, в принципе, качество изображений, товары были, скажем так, на хорошем уровне. Так вот, мы настроили простую торговую компанию. Продажа была, ну, совсем не очень, скажем так. Запустили умную торговую компанию. Ситуация, скажем так, ну, чуть-чуть улучшилась. Но это чуть-чуть улучшилось, что за первый месяц работы умной торговой компании мы потратили на рекламу 2675 гривен, а заработали 8330. Плюс еще было, может, продаж на 4-5 через звонки. Но, как бы, на этом все и ограничилось. Если брать по корзине, да, то это было 8330 гривен. И, в итоге, доля рекламных расходов от этой суммы составила 32%. Я думаю, вы понимаете, что это был критический процент для владелицы. И она была довольно-таки очень нервная. И важный показатель еще тот, что это был первый клиент Тани. И она нам обещала очень многое. А мне пришлось эти обещания развеивать. Я пыталась это максимально и аккуратно преподнести. Да, были у нее моменты, что... Вот я до сих пор помню эту фразу. А что может не заработать? Потому что она вложила фактически последние свои деньги на настройку этой рекламы. Я ее успокоила. Поняла, что это довольно-таки проблемный клиент, с которым надо постоянно контактировать. Поэтому мы не ограничились первым месяцем только работы с ней. Я и дальше продолжала ее вести. Успокаивать и вести. Мы делали корректировки. Пытались запустить простую торговую компанию на самые актуальные товары. Также я посоветовала ей изменить название товаров, чтобы улучшить выдачу. И уже на третий месяц мы имели показатель в 61 718 гривен. При том, что затраты на рекламу были точно такие же. В итоге доля рекламных расходов составила 4,4%. То есть 4,4%. Я думаю, разница налицо. И мне, наверное, тяжело передать, как клиентка облегченно вытахнула, когда эта реклама дала наконец-то ей результат. Два момента, которые могли повлиять, скажем так, на этот результат. Во-первых, это была детская одежда. И много товаров было, скажем так, карнавальных. Либо же на более теплые времена года. Когда мы запустили рекламу, это был август. А это уже ноябрь. И, исходя из того, что начался сезон, цена была конкурентная. С названиями мы поработали. Пошли продажи. К тому же были еще продажи через звонки. И люди еще находили ее и писали в Вайбере. В итоге она осталась довольна. Мы настроили автоворонку в Фейсбуке. Там тоже хорошо идут продажи. В итоге с 2-3 продаж в день у нее больше 100. Она уже не успевает самообрабатывать заказы. Она просила меня недавно по автоворонке снизить бюджет. Потому что она не справляется с загруженностью. И планирует расширяться. В том плане, что набирать менеджеров по обработке заказов. Это был, собственно, первый интернет-магазин. Второй интернет-магазин. Это магазин техники. Клиент пришел к нам на оптимизацию. То есть у него была запущена только простая торговая компания. И там не отслеживались покупки через корзину. Мы настроили отслеживание. И подождали неделю. Пока соберутся конверсии. Чтобы мы могли запустить умную торговую компанию. И, собственно, для сравнения я просто покажу результат по простой торговой компании за неделю. То есть потратили 1330 гривен. Заказов было через корзину на 16202 гривны. И запустили умную. Умная поработала тоже неделю. И эта неделя была, скажем так, первая ее рабочая, которой она обучалась. Показатель был 1302 гривны потратили. Сумма заказа общая 92 797. И это только через корзину. Разницу между простой и умной вы можете видеть. Просто так. Результат на лицо. Да, результат на лицо. Поэтому мы не просто так рассказываем о том, что умная торговая компания должна быть запущена во всех рекламных аккаунтах. Это реальные показатели, реальные цифры, скриншоты, если надо, прилагаются. В кейсах тоже очень много таких подобных результатов. Поэтому клиент, скажем так, охренел. Потому что продажи увеличились у него, по его личным словам, на 40-50%. При том, что на рекламу он тратил ровно столько же. Но еще хочу одно уточнение сказать по этому интернет-магазину. Это интернет-магазин техники. Так вот, наценка у него небольшая. Он зарабатывает на объемах. И когда умная торговая компания ему дала объемы, когда он зашивался, не успевал на ту новую почту постоянно бегать, обрабатывать заказы, он в итоге к нам пришел на настройку опенкарта. Мы настроили, мы запустили, продажи тоже идут хорошо. Два магазина показывают приблизительно один и тот же показатель. И если брать по промовскому, то за последние 30 дней потратил на рекламу 5266 гривен, а заработал, точнее сумма заказов была на 193 832. В итоге доля рекламных расходов от этой суммы составила 2,7. Собственно, еще один довольный клиент, у которого, кстати, сразу пошел результат, как только мы запустили умную торговую компанию. Подрезюмирую. У обоих этих интернет-магазинов есть хорошая цена, хороший товар и, скажем так, ответственный менеджер по продажам, потому что это является сам владелец. С правильно настроенным инструментом продажи пошли, ну, где-то сразу, где-то через время, потому что сезонность была, но, тем не менее, результат вы можете видеть, поэтому, когда клиенты переживают, волнуются, да, это может место быть, но в итоге по цифрам шоппинг, это до сих пор еще инструмент, который работает эффективно, который не требует от себя много вложений, поэтому продавайте всегда с умной торговой компанией. Очень круто. Слушай, скажи, пожалуйста, а что такое настроение на OpenCart? Что там настроение? У OpenCart мы настроили там тоже шоппинг расширенный. Другой интернет-магазин? Другой интернет-магазин, только это пром, это и это пром, а то уже OpenCart. Да, то есть самописный сайт, там и цена, соответственно, выше. Ну, не самописная, а, имею в виду, другая платформа. А подскажи, что именно за товары? Там детские, там техника, что продавали, что там, что там за техника? По технике самая разная техника. Бытовая и мелкая, ну, электроника, то есть там намешано все. Здесь в основном детские товары, ну, немножко там женского, но в основном это детские костюмы, там, детские, ну, обычные вещи. А это по второму магазину хотите, чтобы продавали? Да, сейчас расскажу. У него еще много заказов через звонки, была. Рассказывал. Так. Нет, там, где простая и умная. Угу, ну, я просто сразу тебя уже. Да, блин. Тридцать семь и сто пятьдесят три. Ассортимент у них настолько большой там, это, ну, примерно, что там живут. Здесь около двух тысяч, так, здесь где-то, где-то около пяти, ну, может, я ошибаюсь. Тридцать семь. Ну, ты, да. Ну, может, меньше, я просто сейчас точно не скажу, что не смотрела. Ну, тысячи, в общем. А что ставят, например, в первом случае в названии товаров, то есть, ну, то есть, какой оптимизации, где-то тысячи товаров, не в двух? Не было прописано иногда цвета товаров, которые, скажем так, были приватно цветные. Плохо были прописаны костюмы карнавальные, то, что там было просто написано костюм, а то, что это костюм, допустим, там, Снегурочки или что-то еще такого, то есть, такого не было прописано. Что еще? Не было, допустим, написано было детская одежда, но непонятно, на мальчика или на девочку, то есть, мы это тоже добавили. Вот, ну, в основном, ну, как бы, там не прям глобальная была проблема с названием, но там она для некоторых товаров существовала, поэтому мы сделали корректировку. Так, а что привело к результатам? То, что поменяли тайтлы или то, что обучилась смарт-компания? Во-первых, что обучилась... Или сезон, в том, что повлияло на результат по умной торговой компании через три месяца, да, что вот стала вот такая цифра. Еще то, что умная торговая компания, она не только обучается в первую неделю, когда мы ее запускаем, она еще месяц оптимизируется и потом собирает, анализирует все важные показатели по рекламе и старается их улучшить за счет машинного обучения. Поэтому на многих проектах результат полной торговой компании в первый месяц и через полгода, это могут быть абсолютно разные цифры. Поэтому здесь можно считать три показателя, скажем так. Во-первых, что мы с тайтлами немножко поработали, во-вторых, сезон начался, и в-третьих, то, что умная торговая компания, скажем так, уже набралась опыта и стала показывать по релевантным запросам и для целевой аудитории. Слушаю вообще такие показатели, прям круто. Спасибо, Ля Индва, и спасибо за подготовку и такие цифры, доходящие. Да, поэтому художники, конечно...